Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В ближайшем будущем все нестационарные торговые объекты округа обретут единый стиль. Мы смотрим только на лучшие примеры. А лучшим примером является город Москва, наша столица. Что происходит с новогодними елками на пунктах переработки? Непосредственно эти елки, которые мы сейчас видели, вот этот бункер поедет кормить верблюдов. Видновский «Металлург» сыграл против команды «Легенд хоккея». Огромное им спасибо, что они открытость приехали и надеюсь, что это будет не последний раз. В ближайшем будущем все нестационарные торговые объекты Ленинского городского округа будут иметь единый архитектурный облик. Это стало поводом для встречи, на которой обсуждались детали реализации проекта. Подробности в сюжете Юлии Погасьян. Нестационарный торговый объект сегодня один из популярнейших видов торговой площади. Прост в установке, практичен в использовании, по необходимости легко переместить на другую локацию. А еще шаговая доступность для покупателей и зачастую неплохой ассортимент. Жители Ленинского городского округа давно оценили плюсы таких мини-маркетов. Но есть и минус – архитектурные разногласия, так сказать, не целостности картины. Ситуацию решили исправлять. Встроенными рядами пойдем в светлое будущее Ленинского городского округа и перевернем эту историю с нестационарной торговлей, которая меняется сейчас везде. Мы смотрим только на лучшие примеры. Лучшим примером является город Москва, наша столица. И превратим вместе с вами, безусловно, в текущем году эту историю в такую красивую историю, которая будет нравиться, а прежде всего нашим жителям и будет приносить пользу и бюджету, и, безусловно, малому и среднему предпринимательству. В Большом зале Дома культуры десятки предпринимателей. Всем им интересно узнать, как же изменится внешний облик Ленинского городского округа с введением единого архитектурного стиля нестационарных торговых объектов. Вот такие аккуратные павильоны в коричнево-бежевых тонах скоро сменят имеющиеся. Это иная реалия жизни. То, что было модно, современно, или востребовано пять лет назад, но, к сожалению, сейчас уже выглядит иногда устаревшим, иногда просто неприемлемым для внешнего облика современного города. Правильно было сказано, мы находимся на МКАДе, и жители, они сравнивают нас с тем, что происходит в Москве, в столице. Курировать работу по смене павильонов глава Ленинского городского округа Алексей Спасский доверил представителям торгово-промышленной палаты. Утверждена и новая схема размещения НТО. В ней 80 торговых объектов. Это, так скажем, объекты, которые рабочие. То есть мы взяли ту схему, которая действовала в предыдущие пять лет, отчекрыжили ее, вот скажем так, да, то есть посмотрели те места, которые не пользовались популярностью, те места, которые не участвовали в конкурсе, те места, которые открылись и закрылись за отсутствием спроса, либо нарушали архитектурный облик там и иные правила, так скажем. Вот такие инциденты имели место быть, и по большому счету сейчас по рекомендациям Минсельхоза мы вышли на ту цифру, которую устраивает и министерство, и которая устраивает, как говорится, нас. Но это не значит, что в Ленинском городском округе нестационарных торговых объектов не может быть больше этой цифры. Это лишь отредактированный проект, с которого жизнь НТО начинается заново. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого. 10 февраля во всех российских школах прошло итоговое собеседование по русскому языку для учеников девятых классов. Нашей съемочной группе удалось увидеть, как проходит экзамен в видновской школе номер 11. 10 февраля по всей России стартовала итоговая тестация 2021. Она началась с собеседования по русскому языку в девятых классах. В 9 утра стартовал экзамен и в видновской школе номер 11. Все три девятых класса нашей школы сегодня проходят это мероприятие. 96 выпускников девятых классов у нас проводят сегодня итоговое собеседование. На каждого ребенка отведено примерно 15-16 минут. Процедура состоит из нескольких этапов. Это чтение незнакомого текста о выдающихся людях России, это пересказ данного текста, потом составление рассказа по сюжетным картинкам и собеседование. Сначала ребята находились в аудитории ожидания, откуда их по одному сопровождали на сам экзамен. Никита Найдин, ждущий своей очереди, хоть и готовился к собеседованию, все равно волнуется. Я на сайтах смотрел пробные, какие бывают. Все пробовал пересказывать, проверял себя по критериям, которые нам учитель давал. Уже прошедшие собеседование ребята говорят, самое сложное – пересказ текста. Нужно было просто уметь выделять главную часть из текста. Не все это умеют и не все понимают, что надо при этом делать. Я особо не волновался, так как у нас были до этого тесты. Тогда я плохо сдал, но я готовился, и сейчас я сдал отлично. Я думаю, я сдал на положительную оценку. Я в себе, в принципе, уверен. Самым сложным, как по мне, это было второе здание, где нужно было пересказать текст. А самое легкое – это четвертое здание. У меня с ним никаких проблем не было. Нужно было рассуждать и отвечать на темы экзаменаторов. То есть у меня все хорошо с речью, я ответила хорошо. Успешная сдача собеседования по русскому языку – условия допуска к государственной итоговой аттестации. В случае неудачи ученику дважды дается возможность пересдать предмет. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. За две недели акции «Подари ёлке вторую жизнь», которая проходит по всему Подмосковью, уже собрано 22 тысячи хвойных деревьев, что в два раза больше прошлогоднего результата. О том, что происходит с ёлками на пунктах переработки и какие животные не против похрустеть иголками – наш следующий сюжет. Акция «Подари ёлке вторую жизнь» Подмосковья проходит уже третий год. Только за первые две недели уже собрано 22 тысячи хвойных деревьев, что в два раза больше прошлогодних результатов. Жители Ленинского городского округа на данный момент сдали на переработку 350 ёлок. Непосредственно эти ёлки, которые мы сейчас видели, вот этот бункер поедет кормить верблюдов. Это этнопарк «Кочевник». Для верблюдов это полезный и достаточно питательный продукт. Также большая часть будет отправлена переработка на комплекс «Север». В этнопарке «Кочевник» Сергеево-Посадского городского округа хвои хрустят не только верблюды, но и овцы, козы и даже ламы. Для животных это не просто вкусное, но и полезное лакомство, которое содержит необходимые микроэлементы, в том числе аскорбиновую кислоту. Но большинство собранных ёлочек из контейнеров отправляется на комплексы переработки отходов. Там они попадают в специальную дробилку, где, как в гигантской мясорубке, превращаются в щепку. «Всё это складывается в биг-беге на временное хранение до весны. Потом всё это уходит на благоустройство парков, территорий, клумбы, подсыпаются дороги». А ещё ёлочная щепка может использоваться для изготовления стройматериалов. Топливных пилет, как подстилка для животных и как удобрение для высадки новых ёлочек. Кстати, присоединиться к акции ещё не поздно. Сдать ёлочку на переработку можно до 15 февраля. Главное – очистить её от любых украшений, гирлянд и мишуры. Екатерина Борисова, Ольга Садовская, Видное ТВ. В городе Видное у кинотеатра «Искра» продолжает свою работу традиционная ярмарка. При этом даже в холода совершать покупки на ней можно в максимально комфортных условиях. Почему многие видновчане отдают предпочтение не магазинам, а именно ярмарке, разбирался наш корреспондент Максим Козлов. Холода посетителям ярмарки у «Искры» не страшны. Основные торговые ряды расположены внутри большого павильона. Не забудем обработать руки антисептиком, взять бесплатные маски и перчатки и вперёд. Прямо у входа нас встречает прилавок с дублёнками. В нынешнее время утеплиться вовсе не помешает, тем более если это можно сделать, экономя деньги. Сейчас очень большие скидки. Февраль месяц всё-таки. Вот это фабричный китай, это фабрика. Это не подделка со стёгивающимися капюшонами. Всё шерсть натуралочка. Рядом с прилавками с одеждой можно найти книги, игрушки, посуду и украшения. И каждый продавец заботится, чтобы товар был привлекательным и безопасным. Только у детей никакие аллергии ничего не вызывать. Для этих целей у нас тут есть представлена Белоруссия, которая товар не аллергенный. В общем, пижамки различные такие, Турция очень хорошая. Ну, Польша есть, также есть ещё, если хотите, Таиланд и Венгрия даже кучу. Будьте любезны, пожалуйста. Товар хороший, сертифицированный. Особенность ярмарки в том, что здесь можно подробно обсудить достоинства товара, попросить скидку. Некоторые продавцы делают из общения с покупателем настоящее представление. Гордость нашей коллекции – это, конечно же, чёсанный лён внутри. Это делает Вологда, Кострома. У нас ни одного грамма синтетики. Но есть несколько палаток и на улице. Вот здесь, например, продают различные тёплые носки, тапочки, безрукавки. А вот здесь товар особенный. Расскажите, пожалуйста. Ну, здесь изделия из верблюжьей шерсти. Есть Монголия, есть Москва. Ну, есть наколенники, пояса. Всё хорошее. Также майки, водолазки. Всё тёплое, натуральное. Приходите. В продуктовых торговых рядах можно встретить как привычный товар, так и довольно экзотичный. А здесь, прямо в вашем присутствии, приготовят масло. Перед покупкой, конечно, дадут попробовать. Холодный отжим масла. Ну, это свежевыдавленный. Например, лён в магазине он горчит. Потому что хранение неправильное. Ещё одна особенность ярмарки – свежие продукты. Чтобы сохранять такое положение вещей, у каждого продавца свои секреты. Взять хотя бы рыбный отдел. Самчатка, Мурманск, Сахалин. У нас всегда свежие. И все позиции ходовые мы привозим. То, что у нас товар не залюживается. Та же ситуация в отделе мясном. Но здесь продаются продукты собственного производства. Что ценят покупатели. Есть заводская, есть своя фермерская продукция. А что за фермерская продукция? Откуда? Гродненская. Гродно. Несмотря на то, что ярмарка у Искры хорошо известна жителям Видного, некоторые посетители делают для себя полезное открытие. Особенно недавно переехавшие. Часто сюда ходите? Да, нет, первый раз. Вы что? Да. А откуда узнали? Или просто мимо шли? Мимо шли. Мы недавно здесь в Видном. Вот первый раз посетили. Ну и как первые впечатления? Отлично, здорово. Мед вообще прекрасный. Ну и все товары свежие. Очень приятные впечатления. Составьте свое впечатление и вы. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Товарищеские встречи со звездами хоккея в Видном становятся традиционными. Недалеко две недели назад в Ледовый дворец Арктика приезжали ветераны московского «Динамо». А на этот раз видновский «Металлург» принимал на своем льду команду легенд главного зимнего вида спорта. Любители спорта за время пандемии соскучились по массовым мероприятиям и заполнили трибуны Ледового дворца Арктика. Поводом к этому стал товарищеский матч между видновским «Металлургом» и сборной командой «Легенд хоккея». Для нас всех это событие, которое, ну, наверное, с детства, каждый из ребят, который занимается хоккеем, ну, только мог бы мечтать о таком, выйти на лед с игроками такого уровня. Перед началом игры символическое вбрасывание шайбы провел почетный гость матча президент мотобольного «Металлурга» Валерий Нефантьев. Это сейчас люди, играют люди моего поколения. Их на льду я, к сожалению, вот так вот, чтобы ни разу на хоккейном матче не было. А сейчас просто их увидеть и уж руку пожать, это, по-моему, только можно об этом мечтать. Поэтому огромное им спасибо, что они открыто, приехали. И надеюсь, что это будет не последний раз. В составе команды соперников «Металлурга» – олимпийские чемпионы, чемпионы мира и обладатели кубков международных соревнований. Для нас матч является естественным праздником, так как мы приезжаем в город, и в этом городе, видном, рады нас видеть. И, соответственно, мы выходим с противником, я думаю, будет хорошая команда, будет хорошая игра. Соответственно, будем радовать зрителей. Матч посетило много юных хоккеистов, которые занимаются на катке Ледового дворца «Арктика». С интересом они наблюдали за игрой старших товарищей и перенимали их опыт. Наглядное пособие. Ну, как в школе, по учебникам учат. Не на удалёнке, а именно на смотреть, как раньше играли, какая техника, какое катание. Они много мучат. Сама игра проходила с преимуществом то одной, то другой команды. Сначала вперёд вышли ветераны хоккея. Забросив несколько шайб, они немного сбавили обороты. И уже в атаку пошли видновские спортсмены. Зрители поддерживали участников поединка. Матч интересный, потому что играют легенды. Это практически мои ровесники. И все имена хоккеистов, которые здесь известны. Я их помню, и помню вся наша страна. Хоккей интересный, сам по себе, что это мероприятие, которое показывает, что история нашего хоккея не кончается. Передают опыт молодёжи. Я сегодня пришла на хоккей поболеть за друга. Я очень люблю эти мероприятия. Часто сюда приезжаю. Мне нравится здесь. Обе команды показали, на что способны. А главное, болельщики остались довольны. Завершился матч, как это часто бывает в дружеских встречах, в ничью со счётом 7-7. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня новостей больше нет. Всего вам доброго и до свидания.